Пятый мир вообще как бы по жеребёк, и не очень повезло. Нужно было побороться с такими людьми, как Рустам Бабаев, Евгений Прудник. Я могу достойно с ними бороться уже, могу дать боль. Вообще, сам ТОП-8, мне кажется, он уже будет мотивировать спортсменов ехать на злотый тур. Я делаю как Жека, Жека не мешай. Здравствуйте. Тут их ручек у меня нету, такие самодельные обычные ручки. Хотелось бы, конечно, письменовые ручки, там что-то типа мазуренка, как есть, там у него такие вот интересные ручки. Любимые мои упражнения, это вот пальцы я люблю, с этой ручечкой подтягиваешь и встать. Дали мне гантелю, ну, очень редко, когда я работаю с большими весами. Ну, в принципе, у меня такой же большой вес, как бы вроде бы. Ну, я вообще не считаю, я просто вижу, что у меня рука, ну, что рука больше, кисть. Вообще-то, это у меня брадед и дед, и отец. У них были руки тоже большие, как-то, ну, передалось. Хотелось бы, конечно, чтобы у нас в стране проводились какие-нибудь сборы, чтобы нужно было побороться с такими людьми, как Рустам Бабаев, Евгений Прудник. То есть, намного, я думаю, результаты не только у меня бросли, и у них были. Потому что люди очень сильные. Когда есть сильный спарринг-партнеры, ну, то есть, развитие идет в разы, мне так кажется. Ну, в принципе, я на тренировках и не был сильными людьми, чтобы вот просто стоял и меня вот выносили вот так. Ну, только на соревнованиях. Прудник вообще, он очень опытный. Мне на соревнованиях тяжело с ним бороться, он очень хорошо меня знает. Знает мои слабые точки, отлично туда бьет. И, в общем, тяжело мне с ним побороться. Ну, зарубиться, зайти, встать. Опыт, опыт, тут ничего не скажешь. Еще надо набирать и набирать опыта, допустим, до Жени. Ну, и до Рустама, соответственно. Ну, конечно, я понимаю, что я могу достойно с ними бороться. Уже могу дать опыта. О, крутое. Все. Вес. Взят? Да. А какой вес взят? Сейчас мы проверим на пейте, да? Немножко своеобразное будет сравнение весов. Сейчас живым весом проверим. Так, сколько это у нас? 72 у нас. Петя Ваня. Получился песен вес. 72 килограмма примерно. Ну, там, конечно. 44,5. 45. 21,5. 29,5. Ну, по поводу злотого тура, конечно, хочу поехать и буду готовиться. И вообще, вот, я думаю, если бы, допустим, выиграть злотый тур и отобраться в топ-8, ну, я понимаю, что у меня там в абсолютной категории шансов, как таковых, там, максимум, может быть, в пятерку попал бы. Ну, вообще, конечно, хотелось бы, чтобы, там, ну, до 100 килограмм какой-то был топ-8, потому что, ну, я понимаю, что Ливан и Цыпленков, ну, для меня, ну, не выиграю я это никак. И это будет, реально, смешная борьба. Вот, давай, я так, плавненько. Блин, вот это мощно! В принципе, я все равно тренируюсь не сам, мне ребята очень помогают. Да, как бы, они послабеют, там, на порядок. Ну, они много мне вообще помогают, постоянно мне пальцы бомбят, делая специальные тренировки. Они под меня, как бы, или 4-5 человек, они стараются, как бы, сделать то, чтобы я был сильнее, больше меня забить, больше сделать мне выносливости. Советуют постоянно, как мы будем, допустим, сегодня тренироваться или, там, в следующий раз. И, очень интересно, канал у нас, Самсон, развивается, он, подписчиков у Артема, он больше и больше. И, как бы, следим, советуемся, и вообще, очень интересно сейчас пошло вот эта тенденция на Ютуб. Ну, такие соревнования, как Злотый тур, они, во-первых, очень интересные, а, во-вторых, вообще, сам ТОП-8, мне кажется, он уже, ой, будет уже мотивировать спортсменов, как бы, ехать на Злотый тур, чтобы отобраться в этот ТОП-8, ну, потому что там уже деньги есть, люди уже понимают, нет, ну, с другой стороны, люди понимают, что там не каждый сможет заработать, а все равно желание есть, и времени уже больше, поэтому я считаю, что уже на Злотый тур, как бы, больше людей будет ездить, готовиться на него. Я вообще считаю, что вармрестинге, ну, для меня, по крайней мере, это главная, правильно развитая кисть во всех углах. Она, конечно, не так развита, как я говорю, но я считаю, что кисть, пальцы – это основа. Ну, старт, соответственно, а потом там уже, в принципе, сила. Я делаю как зэка, зэка не описать. Опа-на, и Петин вес потянут. Значит, Пятемера вообще, как бы, ну, по жеребеке не очень повезло, потому что я вышел, в первую схватку я проиграл казаху по фолам Ангарваеву, получается. Я пошел по нижней сетке, и по нижней сетке я переборолся, ну, со всеми самыми сильными. Очень тяжело было, конечно, долго потом восстанавливаться, в месяц рука болела. Я, как бы, хотел на злотый тур поехать, но если бы я даже поехал, то ничего бы сделал, болит рука. Ну, хочу, конечно, во-первых, всем спортсменам пожелать удачи, и также не отчаивайтесь. Проигрыш – это не всегда что-то там плохое. Это часто для многих спортсменов это бывает очень сильной мотивацией. Я желаю вам, чтобы вы мотивировались каждый раз, и выступали еще лучше, и тогда развитие будет у вас само собой подниматься в проявлении. Ну, на данный момент на YouTube я считаю самым перспективным и быстро растущим каналом – это Arbez TV. Ну, так сказать, быстро взяли темп и высокий уровень качества монтажа, высокий уровень вообще материала. И, как бы, советую всем подписаться на этот канал, так как там выходят постоянно крутые ролики и ролики real-time, так сказать. То есть, только что-то случилось, сразу заходите туда на Arbez TV, вы узнаете последние новости. Ну, и, конечно, подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok